Как записать ребенка в детский сад? Этим вопросом задается, пожалуй, каждый родитель. Сегодня подать заявление можно тремя способами. Лично, через орган власти, через МФЦ или удаленно через сайт госуслуги, что, несомненно, является более удобным и комфортным способом. Ведь молодым мамам больше не надо оставлять малыша и бежать с документами в профильный департамент. Только за полтора месяца текущего года этой услугой воспользовались 16 человек. Как работает электронный ресурс, расскажет Елена Семеновичева. Для того, чтобы заполнить заявление и пройти все необходимые шаги, нам понадобилось всего 10 минут, паспорт и свидетельство о рождении. Кроме них, вы можете прикрепить документ, подтверждающий право на внеочередное предоставление места в садике, например, справку из вуза для учащейся матери, медицинскую справку, что ребенку нужно в оздоровительную группу или заключение комиссии по поводу компенсирующей группы. После успешной отправки мы решили узнать в управлении образования, какова дальнейшая судьба нашего заявления. Так вот, заявка поступила 16 февраля, указано время 14.54. Смотрим данные, указаны полные или нет. Это свидетельство о рождении, данные свидетельства о рождении, дата рождения. Желаемая дата зачисления – это тоже обязательный пункт. Если на каком-то этапе вы запутались, успокаивают сотрудники или что-то сделали не так, не волнуйтесь. Специалисты управления образования обязательно с вами свяжутся и укажут на все недостатки. Несколько раз в течение одного рабочего дня мы мониторим реестр заявок и проверяем, кто подает заявление через портал госуслуг. Отрабатываем, смотрим полноту представленных документов. Если документы поданы все, мы распечатываем заявление, соответственно, документы, вносим в наш реестр, у нас есть еще реестр, как льготной, так и общей очереди, и подтверждаем эту учетную запись в электронном саду. Если документы поданы не все, мы отрабатываем с родителями, с заявителями непосредственно, так как они указывают свой либо электронный адрес, либо телефон. Мы звоним, они нам досылают, также могут прислать на электронную почту, могут прийти сюда к нам в отдел и донести недостающие документы. Дальше остается только ждать и два раза в год проверять статус заявления. На сайте видно, как вы продвигаетесь в очереди. Если так сложилось, что недостающие документы вы не предоставили и в предоставлении услуги вам отказали, вы имеете право буквально сразу повторно отправить уже полный пакет документов. Когда очередь подойдет, вы получите письмо на электронную почту с инструкцией. Всего за 2016 год в Управление образования поступило 692 заявления. Из них через единый портал госуслуг – 31, а за полтора месяца текущего года электронных заявлений поступило уже 16. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Семеновичева, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север».